ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Великобритании вводят запрет на торговлю российскими цветными металлами. Союзники продолжают активно поддерживать Украину. Финляндия отгораживается от России. Кроме закрытых сухопутных пунктов пропуска на границе с агрессором, Хельсинки остановил работу всех морских КПП. Чего опасаются финны? Россия тонет, а Кремль бездействует. Жители затопленных регионов страны жалуются на пассивность властей, которые только создают видимость работы. Я здесь всю жизнь живу. Вот первый раз такое здесь. Оружие Победы. Ко дню работника оборонно-промышленного комплекса Укрпочта презентовала новую марку. Что на ней изображено и кто первым получит символическую посылку. Здравствуйте. Далее обо всем подробно. Германия передаст Украине еще одну пусковую установку к системе противовоздушной обороны Патриот. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что во время телефонного разговора президент Владимир Зеленский проинформировал его о массированных российских авиаударах по энергетической инфраструктуре. Также Олаф Шольц подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне Украины. Сегодня очень хороший результат в нашей международной работе. Германия предоставит нам дополнительный Патриот. Сегодня с канцлером Шольцем об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой Аэристи. Это тоже сильное ПВО. И над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно ощущается. И благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора. Черногория готова присоединиться к тренировочной миссии АЕС и проводить обучение украинских военных. Как сообщили в Министерстве обороны, Подгорица направит в состав компании троих инструкторов, которые будут работать в Германии. Ведомстве отметили, что Черногория решительно поддерживает Украину в ее борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета, а также свободу украинского народа. Украинские защитники уничтожили большое количество российской техники на Бахмутском направлении. Также ВСУ показали кадры работы экипажа боевой машины пехоты «Брэдли», но уже в районе Авдеевки. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой, смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб вооруженных сил Украины. Видим, что они маневрируют своими ресурсами, накоплением личного состава. Что за этим скрывается? Группировка Днепр российских войск, которая там находится, достаточно многочисленная. Она имеет ресурс и живой силы, и техники, но он рассредоточен. Враг понимает, что мы выискиваем их позиции и скоплений и будем по ним работать. Поэтому они рассредоточены, расположены несколькими слоями по отношению к линии боевого столкновения. Ротации россиян больше привязаны к штурмам и большим потерям, а они ежедневные. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины в эфире марафона «Еды не новыны». На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки и Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Клещиевки, Верхнекаменского, Ивановского, Первомайского и Невельского Донецкой области. Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в Российской Федерации так называемых президентских выборов. Враг активно атакует наши позиции на Лиманском-Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытаются прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, в Телеграм. Всего за сутки на передовой произошло 60 боевых столкновений. Так на Бахмутском направлении возле села Ивановского бойцы 92-ю штурмовой бригады уничтожили 6 единиц российской техники. Это БМП, БТР и танки. Также в ВСУ опубликовали видео работы экипажа боевой машины пехоты «Брэдли». Информагентство «Рейтерс» показало будни украинских защитников на позициях в Запорожской области, как бойцы взвода ПВО сбивают российские беспилотники. Мы военнослужащие, которые прикрывают наше небо, наши подразделения. Сейчас мы находимся в укрытии, потому что немного стреляют и немного летают вражеские беспилотники. Поэтому сейчас работает артиллерия. Наша основная задача в этих условиях – прикрывать наши подразделения. На запорожском направлении российские оккупанты рассредотачивают свои силы между селом Работино, которое украинские военные освободили во время контрнаступления прошлым летом, и селом Вербовое, отмечают силы обороны Юга Украины. Враг пытается проверить прочность обороны украинских сил на каждом из этих направлений. Продолжаются попытки диверсионно-штурмовых групп РФ заходить в Работино. Но зайдя, убеждаются, что им не рады. Сразу сворачиваются и фактически упакованными, как говорят наши бойцы, отправляются на свои исходные позиции. Те, конечно, кто может. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 452 тысячи человек. За сутки были ликвидированы 1030 военных, уничтожены 23 танка, 32 артиллерийские системы, 47 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. По меньшей мере, три человека погибли и четверо ранены в результате авиаударов российской армии по Донецкой области. У пострадавших в Покровском и Волновахском районах мидно-взрывные, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Как уточнили местные власти, на поселок Очеретино россияне сбросили КАП-500, попали в пятиэтажку. Разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Под завалами все еще могут находиться люди. Российские оккупанты утром обстреляли автомобили в одном из приграничных районов Черниговской области. Погиб житель Новгорода-Северского, который вез продукты местным жителям. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, российские военные били по гражданской машине прицельно. Пережил российскую бомбардировку. 19-летний Богдан чудом уцелел после атаки оккупантов на Мирноград в марте. Парня спасло геймерское кресло, которое стало щитом от завалов практически полностью разрушенного дома. Уже в больнице выяснилось, что Богдан парализован, а шансы восстановиться минимальные. Но благодаря силе воли и стараниям медиков, молодой человек вышел из критического состояния и постепенно возвращается к нормальной жизни. Невероятную историю спасения расскажет Наталья Гусак. 19-летний Богдан ежедневно занимается на тренажере. Сейчас он восстанавливает способность полноценно ходить. Если скорость поднять до 4-5, я буду прихрамывать. Это сейчас медленно, я иду спокойно. Еще месяц назад он вообще не мог пошевелиться, но получив ранение, об этом даже не успел подумать. Единственное, что волновало, достанут или нет. Вечером 12 марта российские войска сбросили авиабомбу на Мирноград Донецкой области. Она попала в многоэтажный жилой дом. Богдан оказался под завалами. Здесь вот была наша квартира. Ребенок в компьютерном кресле провалился на третий этаж, с которого его достали краном через крышу. Медики говорят, когда Богдана привезли в больницу, думали, что шансов спасти его не было. Он получил серьезную травму шейного отдела позвоночника. Я все видмовляю. Если отказывают ноги и руки, все, что находится выше шестого и седьмого позвонка, которые были очень повреждены, то все остальные органы не восстанавливаются. Они заходят в такой опеке, что жизнь становится невозможной. Но Богдан не планировал сдаваться и шел на поправку. Спустя несколько дней у него восстановилась подвижность ног и рук. Еще в реанимации с ним начали работать реабилитологи. Мы начали садиться на глазах, на моих, по чуть-чуть, правда, головокружение, это все по две минутки каждый день, по три минутки приходили ребята-реабилитологи, помогали ему на вертикализаторе, приподнимали его по чуть-чуть, по минутке, по пять минут, больше, больше наращивали. В очередной день принесли вертикализатор, ему ребенок бегает. Сейчас с Богданом работает мультидисциплинарная команда, чтобы помочь парню максимально быстро восстановиться. Просыпаюсь, меня забирает светик, ноги разрабатывать, потом процедуры, как они правильно называются, не знаю, что током бьют, магнит руку сую и локоть разрабатываю. Потом они забирают руку разрабатывать. Физическая реабилитация у Богдана продолжается всю первую половину дня. В это время он занимается на различных тренажерах, которые позволяют ему максимально проработать подвижность рук и ног, восстановить координацию движений. Мы включаем все, что есть. И физические упражнения, и механотерапию. Психологи у нас в штате. С нашими пациентами работает не один специалист. С Богданом, кроме меня, работает еще двое. Медики говорят, реабилитация Богдана может занять до полугода. Но, видя его успехи, не исключают, что полное восстановление может произойти гораздо раньше. И отмечают, что очень важно желание самого пациента работать над тем, чтобы снова встать на ноги. И к другим важным темам. Финляндия с 15 апреля на неопределенный срок приостанавливает работу морских пунктов пропуска на границе с Россией. Ранее до особого распоряжения финские власти продлили решение о закрытии всех сухопутных КПП. Как объяснили в Министерстве внутренних дел, такие действия связаны с тем, что Россия продолжает направлять границы нелегальных мигрантов. США и Великобритания ввели запрет на торговлю российским алюминием, медью и никелем на биржах в Чикаго и Лондоне. Как сообщает британское правительство, такие совместные меры двух стран лишают Россию важного источника дохода. Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем, произведенными в России. Эти металлы являются крупнейшим экспортным товаром России после энергоносителей, хотя цена на них снижается после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году они принесли 25 миллиардов долларов, а в 2023 году 15 миллиардов долларов благодаря усилиям стран Большой Семерки и союзников по сокращению рынка. Нынешний шаг еще больше ограничит возможности России зарабатывать на экспорте металлов и нанесет еще один удар по финансированию Владимиром Путиным его незаконной войны против Украины. Из сообщения на сайте правительства Великобритании. Кремль пытается подкупить российских военных, чтобы продолжить войну против Украины, а также стимулировать гражданских вступать в армию. К такому выводу пришли аналитики разведки Министерства обороны Великобритании. В их очередном отчете отмечается, что в начале апреля Путин освободил российских военных от уплаты процентов по кредитам, а также внес изменения в трудовой кодекс. Однако в британской разведке подчеркивают, что любые платежные каникулы могут повлечь за собой долгосрочные последствия для российской экономики. Пока российский диктатор занят войной, Россию продолжает затапливать. Из-за рекордного паводка уровень воды в Урале в районе Оренбурга уже достиг почти 12 метров, сообщают местные власти. В городе продолжается эвакуация. Всего в зоне затопления области остаются более 12 тысяч домов и 17 тысяч дач. Также пострадали Курганская, Томская области и Алтайский край. В Кургане пик паводка прогнозируют к началу новой недели. По словам главы области, если дамба не выдержит, как это ранее случилось в Орске, центр Кургана будет затоплен. Страдают от наводнения и регионы Казахстана. В городе Петропавловск прорвало защитные земляные дамбы. По данным местного издания, сотрудники полиции и спасатели призывают людей покинуть свои дома. Уже не надеясь на власти, жители Оренбургской области строят дамбы за собственные деньги и собираются в дружины для защиты своих домов от мародеров. Также пострадавшие от наводнения обвинили в показухе Министерства по чрезвычайным ситуациям, возглавляемое бывшим охранником диктатора Владимира Путина Александром Куренковым. На встрече с местными властями россияне возмутились, что не могут добиться хоть какой-нибудь помощи. Подробнее о реальной ситуации в затопленных регионах Никита Скобликов расскажет. Я здесь всю жизнь живу. Вот первый раз такое здесь. Последнее наводнение было в 93-м году. Ну, намного меньше. Во дворе только была вода по колено чуть-чуть. И все. Такого не было. Я не помню. В последние дни российские власти только и говорили о том, что ситуация постепенно стабилизируется. Впрочем, исходя из объявленной мэром Оренбурга эвакуации, это не так. Брать на себя ответственность за прорыв дамбы в Орске также никто не собирается. Чиновники перекладывают вину друг на друга. Придумывают и фантастические теории о том, что дамбу якобы прогрызли бобры. Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба. Дамба миллиард рублей не стоит. 10 километров. Дамба выдерживала нагрузку где-то 5,5 метров воды. По факту у нас 10 пришло. С огромной скоростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал. Ирек Файзулин, министр строительства России из публикации издания «Медуза». Поскольку ждать помощи от местных властей не приходится, жители сами объединяются в группы для решения насущных проблем. Например, чтобы защитить покинутые дома от мародера. По информации телеграм-канала «Можем объяснить», оренбуржцы создают народные дружины и патрулируют на лодках, ушедшие под воду улицы. Чужаков фотографируют. Также на свои средства жители поселка Куйбышева Оренбургской области, чтобы защитить свои дома от наводнения, построили дамбу. Имеем классическую ситуацию, когда полностью оторвавшаяся от реалий власть где-то в своем микрокосме занимается своими идиотскими делами, занимается внешней агрессией, занимается войнами и уничтожением собственных солдат, и убийством мирных людей на территории чужих стран. А в это время на территории собственной страны все уже очень близко к инфраструктурному коллапсу. Помимо проблем с инфраструктурой, прорыв дамбы и наводнения является угрозой для экологии и здоровья людей. Ведь вследствие паводка может распространиться чума и малярия. Регион южный, развиваться в потеплевшей воде микробы будут быстро. Всяких очагов заражения в наводнении расшевелило много и разметало все это содержимое. Наводнения могут заливать, крупные наводнения, заливать и тревожить колонии каких-то переносчиков, чумы, например. Ну, они же есть на юге, так сказать, это достаточно такой. Эти бедные зверьки будут распространяться на какие-то новые земли. Соответственно, тем самым меняя, так сказать, опасность возникновения вот этих самых опасных заболеваний. Напомню, 5 апреля стало известно о прорыве дамбе в Орске. В наиболее затопленных районах начали эвакуировать жителей. Расположенный в Орске НПЗ остановил работу. Уже 9 апреля вода с Орской дамбы стала затапливать Оренбург. По данным издания, в настоящее время в регионе потоплены почти 12 тысяч живых домов и минимум 15 тысяч предусадебных участков. Более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб инфраструктуре Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. До 6 человек возросло число погибших при нападении на торговый центр в Сидне. От ножевых ранений в больнице умерла еще одна из пострадавших. Мать раненого 9-месячного ребенка. Малыш, а также еще 5 человек в тяжелом и критическом состоянии находятся под наблюдением медик. Напомню, сегодня неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в Сидне. Полиция ликвидировала преступника при задержании. Его личность и мотивы поступка устанавливаются. Мы считаем, что это 40-летний мужчина. Но пока нет его официальной идентификации, мы не можем строить предположения о его личности. Однако, позвольте вас заверить, что в данный момент нет никакого риска. Мы считаем, что преступник действовал в одиночку. И он был ликвидирован. Иными словами, это не теракт. Кто это? Иран является крупнейшим в мире государством спонсором террора. Его террористическая сеть угрожает не только народам Израиля, сектора Газа, Ливана и Сирии. Режим в Иране разжигает войну России против Украины. Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы повысили нашу готовность защитить Израиль от дальнейшей иранской агрессии. Мы также готовы ответить. Соединенные Штаты зафиксировали перемещение ракеты беспилотников на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке США. Один из них утверждает, что Тегеран готовит к запуску около ста крылатых ракет. Тем временем, американский президент Джо Байден предостерег Ирана от атаки на Израиле, заявил, что Тегеран не добьется успеха силой. Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Мы привержены защите Израиля. Мы поддержим Израиль. Мы можем защитить Израиль. И Иран не добьется успеха. Украина официально открыла посольство в Демократической Республике Конго, Дивуаре. Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, работа ведомств будет налаживать сотрудничество стран в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности, а также энергетики и образования. Как Украина расширяет свое дипломатическое присутствие на африканском континенте в сюжете Кристины Домбровской. С начала полномасштабного российского вторжения Украина стремится заручиться поддержкой как можно большего количества стран, в том числе глобального юга, в частности Африки. С 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с более 20 африканскими лидерами и объявил об открытии новых 10 посольств в Африке. По его словам, Киев в этом очень заинтересован. Мы перезапускаем отношения с десятками африканских стран. В следующем году мы должны укрепить их. Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. 7 декабря 2023 года Украина официально открыла посольство в Республике Ганна. Эта страна занимает конструктивную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, поддержала ряд проукраинских резолюций в Генеральной Ассамблее ООН и присоединилась к второму саммиту Международной Крымской платформы. 10 апреля Украина открыла посольство в Конго. Это вторая по площади страна на африканском континенте и 11-я в мире. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и Демократическая Республика Конго установили дипотношения еще в 1999 году. Но сотрудничество активизировалось в предыдущие несколько лет. Почему эта страна важна для нас? Демократическую Республику Конго называют сердцем Африки. Это вторая по площади страна в Африке и 11-я в мире. Шаг за шагом открываем новые горизонты и официально открываем созданные в прошлом году по поручению президента Владимира Зеленского посольства в Африке. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в Инстаграм. Республика Конго была одной из немногих стран на африканском континенте, которая проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН за территориальную целостность Украины в марте 2014 года. Она также поддержала 4 из 6 украинских резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. После начала полномасштабной российской агрессии, подчеркнул Дмитрий Кулеба. 11 апреля открылось еще одно посольство Украины в республике Кот-де-Вуар. Теперь их стало 13. По мнению аналитиков, перед Украиной стоит сложная задача, поскольку Россия имеет на африканском континенте более 40 посольств и вкладывает значительные средства, чтобы обеспечить там свое влияние. Для Украины важна Африка и в контексте голосования Генеральной Ассамблеи ООН. Но также есть и другие вещи. Это и экономическое сотрудничество. Стоит понимать, что хотя африканские страны поддерживают Украину, голосуют за нужные нам резолюции, но они не прекратили торговлю с Россией. Ни одна африканская страна не наложила санкции на Россию, не ограничила торговлю, не ограничила экспорт. Когда мы говорим о сотрудничестве с Африкой, это же не только речь идет о войне, это речь в целом об укреплении политического имиджа Украины в мире. В то же время, как отметил Владимир Зеленский, Киев не только заинтересован в налаживании дипломатических контактов, но и рассматривает возможность расширения торговли со странами континента. Как пояснил спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, в Киеве сейчас работают над тем, чтобы интерес украинского бизнеса к Африке был системным. По его словам, значительно возросла заинтересованность аграрных компаний и пищевой промышленности Украины к выходу на рынки стран Африки к югу от Сахары. Сегодня в Украине работает полтысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, а также противотанковые комплексы, системы РЭП, дроны и многое другое. На этих предприятиях трудится почти 300 тысяч человек, заявил президент Украины, поздравляя работников отрасли с их профессиональным днем. Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня многие страны мира заинтересованы в украинском оружии и готовы сотрудничать с Украиной. С помощью морских дронов, созданных нашими людьми, украинцами, украинские воины зачищают Черное море от российского террористического влияния. Благодаря украинским разработкам, путинская система чувствует, что агрессия действительно имеет свою цену. Украинские стугны, украинская броня, украинские FPV-дроны уже не являются чем-то необычным. Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Украина обязательно добьется безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность. Также в день работника оборонно-промышленного комплекса Укрпочта презентовала новую марку из серии «Оружие Победы». На ней изображено вооружение украинского производства, беспилотные комплексы «Шарк» и «Лютый», FPV-дрон-эскадрон, самоходная артиллерийская установка «Богдана», бронеавтомобиль «Казак» и морской дрон «Магура». Новую марку символично наклеили на надводную беспилотную лодку, которую вскоре отправят российским оккупантам. То, что вы видите сегодня на воде, и непосредственно морской безэкипажный дрон «Магура», на который сегодня так знаково были наклеены наши символы, наши марки, надо понимать, что мы сегодня опережаем практически все технологии в разрезе того, что наши безэкипажные системы, как на море, так и на суше и в воздухе, служат не просто рычагом равновесия и паритета на поле боя, а являются тем, что изучает мировая наука и изучает мировая военная история и практика. Вести бой на расстоянии 50 метров от противника. Выполнять задачи, несмотря на атаки российской артиллерии, минометов и беспилотников. Как на передовой приспосабливаются к условиям современной войны украинские танкисты, расскажет наш корреспондент Алена Грамова. Далее репортаж с боевых позиций. Раннее утро. На место постоянного боевого дежурства украинских танкистов надо выезжать как можно раньше. За рулем водитель-механик с позывным «Штурман». Боец шутит. Все, кто сел в машину, оплачивайте проезд. Нашу группу сопровождает командир танкового взвода. 24-летний военнослужащий с позывным «Верес» говорит. ФПВ-дроны здесь летают нечасто. А вот беспилотные разведчики противника над своими позициями украинские защитники видят и слышат ежедневно. Лес, где базируются бойцы – лучшая маскировка для боевых машин. С наступлением весны комфортно здесь и самим танкистам. Говорят, природа вокруг, пение птиц и хвойная роща помогает им находиться на позициях. Если нет боевой задачи, танкисты заняты техническим состоянием своих боевых машин. Эти танки оснащены тепловизорами, связь обеспечивает «Старлинк», а камера на борту помогает работе командиру экипажа. Военнослужащие говорят, они таким образом могут заметить даже атакующий их дрон противника. Также на боевые задачи танкисты обязательно берут с собой комплекс радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, это не стопроцентная защита от ударов. Нам показывают, как противник ведет разведку в этом секторе. Вот это. Это крыло. Это «Суперкам» российский. Тут сейчас полетают. Это такие крыло. Вот такие вот. Это как бумеран. Российский разведывательный дрон «Суперкам» может находиться в воздухе беспрерывно 4,5 часа, и в любой момент здесь может начаться обстрел. Ну вот так наш съемочный процесс. Прервали звуки российского дрона. Мы подождали, пока он отлетит на определенное расстояние. И переходим в укрытие. Здесь будем ожидать уже информации о том, что небо чистое. Танкисты говорят, постоянное наблюдение противника с помощью беспилотников их уже не пугает. По их словам, настоящая опасность во время боевых выездов. Не страшнее, что когда по нас бьют, может спалить, что и не вылезем оттуда. Все. Есть такие штуки, что пропали танки насквозь здесь. А в то же боятся. Еще скидают с дрона все. На голову все летит тоже. Находясь на дежурстве, танкисты в любую минуту могут получить задание. Вспоминают случаи, когда перерыва между боевыми выездами хватало лишь на заправку топливом боевой машины. Оставайтесь с ридом и до встречи.